я в эфире и время 8 как обещано привет говорим всем кто смотрит в записи о появились появились телезрители радиослушатели так так ну попробуем сейчас настроимся всего моя физиономия куда-то едет при сдвоенном эфире привет 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 так и тут пока мало всего 200 человек пришло сейчас как-то это обычный процесс раздупляется пока закреплю тему ты закрепишь да ну а кстати я это умею я сейчас последнее время очень серьезный блогер конечно после того как в карантине мне кажется мы провели такое количество эфиров что так сейчас я как раз напишу что уже все стали реально блогерами может быть но я в карантине веду все как обычно даже разницы не заметил но ярославу паучу надо играть машинки я планшет купил побольше поэтому вот разница вот так я напишу его появилась непонятно вот я отправила есть о есть инкомент ладно хотя бы 30 человек есть и ладно замечательно и так добрый вечер друзья даже сергей артемьев здесь ссылает нам какие-то злип гранаты либо звездочки на фоне неба но помна я думаю что все-таки звездочки надеюсь на это но может быть и граната потому что кто знает кто знает и сергей известный уронист любом случае нас потреблять нормально это замечательно так ну раз 300 человек наверное озвучим чем суть до дела я несколько раз в любом случае представлю ниже над моей физиономии вы видите анику сноговскую это моя коллега мы в одном проекте трудимся очень активно и как вы знаете я занимаюсь астрологией и это мой основной такой полигон основное поле деятельности астрологии разная финансовая прогностическая пишу книжки преподаю и прочее а ваньке сноговский более распространенная такая поляна это и женские тренинги это и всякие практики даотские медитации тоже я даже произнести не могу и есть то что стыкуется непосредственно и очень тесно с тем что делаем и в лаборатории жизни это родовые расстановки или синоним расстановки по хеллингеру разными словами это называют много разных механик в этом ключе но я думаю что они все это перелопатила и выработала некий свой подходит такой определенный да 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 именно так то есть я очень люблю родовые расстановки это считаю одним из самых глубоких трансформирующих инструментов именно поэтому я включаю этот метод во все свои курсы потому что я вижу насколько мощно работает этот этот инструмент и когда я работаю именно индивидуально провожу индивидуальную терапию я тоже иду именно через метод расстановок и тоже хотела такие лаверды по поводу астрологии да подтвердить что на самом деле насколько как как это сочетается и насколько мне комфортно и плодотворно работать с людьми которые приходят именно после астрологического прогноза с пониманием с четким осознанием куда копать и мы буквально в разы быстрее точнее мощнее продуктивнее работаем на родовых расстановках именно с теми людьми у кого есть астрологический прогноз и понимание куда копать мэри меня никто не перебивал я здесь организую некий органический storytelling поэтому все в порядке в порядке не переживайте представим что у вас проблема или это неопределенность или это депрессия или совершенно конкретная история нет денег нет мужа вы сначала сталкиваетесь логикой мамы бабушек вот вы идете в салон красоты вы не найдете всех соп вы идете в библиотеку в зависимости от ваших целей но и думаете что если вы умная значит у вас хорошая работа и много денег или если вы красивая купили шмотку и все остальное женихи у вас будут ну по крайней мере продавцы ювелирки косметологи маркетологи они пытаются ваше эго малышковое поддеть на этот крючок подсадить создать чувство лозной идентичности показывать вам красивую картинку и знак колготки вам хотят втюхать ну вы там я не знаю извиняюсь тюлень 250 килограмм и вам рисует топ модель и думать опять же зеркальный нейронный мозг что если я куплю эти колготки то я стану крутой женой вот как на этой картинке вот так вас ловит на эту ложную идентичность допустим вы прошли семь кругов ада думать что-то не то потом вас церковь папка шептунья психологические книжки какие-то иные успешные успехи позитивные мышления и прочее но в конце концов если вы не сдались если проблема действительно для вас актуальна и важно вы подойдете к чему-то глубокому глубины психологии трансформационным методикам женским практикам к чему-то к чему-то и в основном в основном вы столкнетесь центральной проблемой у большинства специалистов им сложно вас продиагностировать очень мало объективных средств критериев ибо никому человек не врет так как прет себе плюс даже если человек что-то знает ну допустим вы на психоанализ через пять лет раскопали что вот отец вас трогал за коленку и поэтому вас рак шейки мат окей но это вам пять лет понадобилось у вас уже там все отрезали метастазы пошли в кишечник пока вы все это раскапали сложно у психологов есть тесты есть пятна рост шаха какие-то иные моменты мы даже будем на этом заострять внимание уже скоро на психологии для астрологов но опять же нет вот этого диагностического инструмента здесь мы как раз клиниваемся как отделение диагностики в любой пили клинике вот вы пришли в отделение диагностики и вас там кт мрт уж не знаю какую иную процедуру вам назначат рентген обязательно перед тем как хирург вас будет резать он посмотрит куда резать как резать и говоря о перспективных трансформационных и иных практиках в основном конечно специалистам приходится работать или по интуиции побежали в трампонка говорите ну чё-то там болит чё-то в спине хирург так вот а лаверты раз что-то вот подлез там отверткой копчик вам садил все ну вроде прошло вроде как помогло и то это хирургия это самая эффективная отрасль медицины которая действительно работает и кстати традиционные врачи хирургию даже медицины не считали это потом все объединилось а возьмите позорная такой термин хроническое заболевание но это по-русски вылечить не можем можем снять только симптом у вас диабет всю жизнь на лекарстве и не едите то что вам хочется есть проблемы не получается потом начинаются иные круги замуж вы красивые у вас три диплома вы топ-модель у вас какие-то есть ухажеры но алкоголики бесплодные женаты виртуальщики куча разных вариантов сценариев и тут вы начинаете подходить к идее что жизнь все-таки это не просто вот хаотичное такое скопление событий и ваше тело это не просто кучка атомов там молекул кишки которые в кожаном мешке а жизнь эта система события эта система и у этой системы есть свои корни есть своя природа и астрология в частности занимается вот этой глубинной диагностикой когда мы разбираем человека на запчасти когда мы смотрим откуда он в прошлых жизнях что у него в роду куда он пойдет в будущих жизнях и находим тонкую систему взаимосвязи когда вы допустим машину диагностику привозите у вас она не заводится у вас есть внешние симптомы или вы там не заводитесь в карьере вас нет денег вот вы привезли эту машину а потом когда долго-долго копаются бортовом компьютере скажут что вот вот этот датчик перегорел тогда-то и прочее вот астрология этим занимается и затем есть разные уровни работы где-то конкретное приходит аника говорит ну получится женским тренером мы говорим конечно зашибись все великолепно такие показатели вот у вот этого известного психолога вот такой есть у тебя такой же а вот у этого гипнотизера вот такой плутон и у тебя сильный плутон значит ты можешь копать очень глубоко можешь держать поле психологическое энергетическое есть люди которые видят и им дано есть люди которым не дано вот такой режим трактовочный дано не дано твое не твое там нормально можем переместиться на более глубинную историю на более глубинную конфигурацию и они как говорит вроде я специалист хороший а в кармане дрищи что-то как-то не ахти мы начинаем производить различные рекомендации опять же не сначала поверхностные будь там построже одень вот это вот тут вот сексе включи вот здесь вот активность вот здесь вот такая прическа вот здесь такая там помада внешняя история внутренняя история работой вот в такой системе вот партнерся вот с теми обращается с деньгами так то там показывай не показывает трать не трать кредит не кредит автоматизировать или не автоматизировать использовать интуицию в части принятия финансовых решений не использовать мы прокопали здесь человек опять они как говорит ну нормально там все квартира машина куплена все хочу и тогда мы погружаемся еще глубже когда вот хочется экстраординарного эффекта и говорим а вот это там мама папы вот это вот говорила и у папы вот это осталось подсознание а это из подсознания перекочевала тебе и если ты будешь называться так как называл тебя папка то это во первых автоматически схлопнется эта проблема во вторых она даст ресурс и тут мы приходим к некоторой идее что финансы в частности как самая такая простая показатель но и в принципе большинство жизненных сфер большинство проблем подвязаны под родовые проблемы в нашу энергетическую структуру можем представить как днк такой спираль одна спираль то духовной линии прошлой жизни карма и одна спираль это карма рода именно и существует понятие дух душа это как матрешка вставляет друг друг друга много-много всего интересного и единственное что астролог не может сделать в некоторых количествах случаев а их приличное огромное я бы сказал количество случаев астролог не может исправить серьезную боль серьезную проблему я думаю сейчас они расскажут что такое проблема забвения не экологичная лояльность вот эти все термины расстановочные но в общем и целом кто-то врал в роду кто-то что-то сделал как-то отошел отклонился какой-то родственник нам оказался забыт а ваша психика это как вот дерево которое растет в общей почве вот представьте что вы растете в общей почве а соседнее дерево сдохло или на соседний участок нагадила кошка ну как так кислотно что ваше дерево задыхается вы свое дерево поливаете все яблочки растут и пахнут кошачьей мочой ну как так думаешь о сорт такой что ли киска пис пис вроде бы другую яблони покупали не должна быть не должна быть такая ароматизация яблока оказывается вот надули вообще на соседнем участке вам не имеет никакого отношения астролога это оказывается там про бабка вот там немца изнасиловал в канаве да это оказывается прадед лопатку бабку лопатой по голове стулку да еще что-то и вообще в прошлом это кажется какой-то фигней ну кто-то что-то сказал кто-то что-то забыл кто-то что-то не прочувствовал а в законах психических энергетических все это разворачивается совершенно по-другому совершенно иных объемах и условная маленькая тайна бабушки превращается в судьбу внучки это прямо ее директива бабушка сделала в бане аборт у внучки нет детей бабушка ныкала по холодильникам еду блокадном ленинграде у дочки финансовый блок она не может себе позволить финансовые решения она не понимает она вроде зарабатывает она вроде проходит вот что-то ее не пускает на новый уровень нормы она никак в жизни не думала взять и четко сопоставить потому что в ее картине мира бабушка богатый человек бабушке все было но бабушка богата из невроза она пережила голодуху в ленинграде всю жизнь пахала ныкала пахала ныкала для нее это было актуально и астролог видит то что актуально для бабки не актуально сейчас другой можем пример брать мы любые финансовые параметры профессии низшие характеристики можем перевести на родовой язык если взять ну допустим недавно кейс это когда воскресенье вчера вчера по идее было человек совладелец крупнейшие компании в стране занимающиеся металлом таких экстраординарных успехов лидер рынка 2 у него есть ипостаси отдушина это яхтинг то есть у него металл яхты две темы которым он занимается в жизни ну чтобы кто мог полагать дед в порту сварщик и занимался этими самыми пароходами он взял полностью судьбу деда перелопатил и полностью ее воспринял но только у него металл другой там печи не знаю металлолом и так далее и пароходы другие которые плавают по другим океанам с другим содержимым внутри оказывается мы воспроизводим судьбу своих предков иногда знаем иногда не знаем иногда в полутрансе воспроизводим и худшие лучшие по всякому но например если у вас в были какие-то светлые пятна так вот лотерея что называется карта легла что вы унаследовали мощный прочный фундамент то действительно вы заработаете свои миллиарды за счет того что дед честно хреначил сколько-то десятилетий в порту и адекватно реализовал свой потенциал и там казалось ну кто-то при совке вот этот обычный сварщик у вас бах компания металлургическая огромная оно связано оно напрямую связано оказывается рот может быть и мощнейшим удобрением и кислотной почвой из-за которой ваши яблоки приобретают весьма специфичный аромат тогда я наверное теперь уже точно чтобы никто не переживал относительно перебивания передаю слово анике она расскажет про родовые расстановки в финансовом ключе подробнее да я хочу я я видела пока пока ты говорил видела сообщение видела вопросы и многие на самом деле оказывается не знают что такое родовые расстановки и что это вообще такое за инструмент поэтому постараюсь очень вкратце но в то же время чтобы было вот максимально понятно и доходчиво объясню во первых начну с того что мне всегда казалось раньше да что да есть моя родовая система есть мой род есть папа мама есть мои братья но есть я как некая отдельная единица и все в моих руках вся жизнь моих руках все зависит от меня и это очень такая с одной стороны правильная позиция что действительно все в моих руках но с другой стороны нельзя недооценивать родовую структуру энерго структуру кровь которая течет в ваших жилах потому что действительно по днк нам передается не то не только то как мы выглядим но и эмоциональный опыт наших предков и кажется что вот вы можете например появиться на свет и вам самого раннего детства может казаться что вы совершенно не похожи ни на кого из своих на своих родителей по характеру не похожи вы например более пробивная или наоборот они такие все активные а вы более зажатые да но вы очень точно будете повторять судьбу предков возможно вы встали на мест энергетически встали на место вашей бабушки или прабабушки или вообще куда-то там на седьмое поколение то есть нельзя недооценивать даже если вы супер развивающийся человек даже если вы супер осознанный человек нельзя недооценивать родовую энерго структуру в которой вы находитесь потому что на нас имеет влияние все в то то в какой вы семье родились то в каком вы роду до родились и вот эти вот что такое родовые воронки я сначала про это скажу когда вашей родовой системе возникали такие моменты случаи событий ситуации которые максимально вымещались ну например я когда пришла к павлу на консультацию и у меня был такой это было достаточно давно первый раз я пришла лет не соврать бы 7 назад и павел мне сказал что ага ага синдром синдром хорошие девочки понятно ну в общем тебе бы каждый день смотреть трепанацию черепа какие-нибудь там ножевые ранения роды можно когда вот прям кишки по стенке когда там все разрывается вот вот какой-нибудь трэш смотрите в смысле почему о чем это как сейчас я понимаю чем идет речь потому что я максимально вымещала свою темную сторону а к сожалению сейчас не смогу сказать какие планеты влияли это наверное все таки павел да сможет рассказать что там во первых пять лет назад во вторых девяти домный луна плутон скорпионе всех стиле с 12 домным нептуном который как будто это воображенческую части на раздували чернуха может уходить именно на подкорку и раздувать там чернуху в жизни реальную или мы можем чернуху достать и играть ее глумиться над ней сделать ее достоянием создание достоянием сознания в квантовой механике используется через эффект наблюдателя или там закрытие гештальта или осознание катарсис психологии да то есть в итоге когда я пошла именно развивать развиваться как мастер по родовым расстановкам сегодня я ежедневно сталкиваюсь с инцестами с убийствами с насилием с убиенными младенцами нерожденными детьми да то есть каждый день сталкиваюсь именно как наблюдатель как проводник помогаю перепрожить эти чувства а воронки энергетические воронки по роду они как раз образуются от того что ваши наши предки они вымещали какую-то ситуацию они не могли прожить перепрожить какое-то чувство это может быть неразделенная любовь это может быть погиб дедушка на войне это может быть раскулачивание это может быть аборт то есть ситуации могут быть совершенно разные и в итоге как каким образом это отражается именно на нашей жизни нам всегда кажется что сначала в нашей жизни происходит какое-то событие и это событие формирует внутри нас какое-то чувство а чаще всего происходит как раз наоборот нам по рнк ринонуклеиновые кислоты да то есть нам переходит по днк по рнк нам переходит эмоциональное состояние эмоциональный опыт наших предков и дальше внутри живет какое-то чувство какое-то чувство непрожитое чувство вины от того что совершила аборт например прабабушка или чувство тоски потому что любимый погиб не вернулся или чувство ненужности потому что неразделенная любовь да внутри живет чувство и дальше это чувство должно быть как-то реализовано то есть для того чтобы психика вот если чтобы не сойти с ума да то есть внутри живет чувство внешних каких-то подтверждений нет абсолютно никаких и для того чтобы как бы связать одно с другим и начинаем на свое чувство уже сформированное переданное как некий подарочек в красивой упаковке переданная нам от предков от предков мы начинаем притягивать событийность для того чтобы как бы оправдать это чувство я привожу всегда в пример вот кого укачивает в машине да почему так происходит потому что тело сидит и в то же время двигается и для для мозга для сознания это не совсем нормально да то есть я когда иду прилагаю какие-то усилия к движению тогда соответственно тогда соответственно понятно да я двигаюсь и ну не происходит этого укачивания а если я тело сидит не двигается и в то же время происходит движение то какой-то дисбаланс происходит и в принципе с вот с родовыми воронками то же самое внутри живет чувство его нужно оправдать мы начинаем на это чувство притягивать какие-то ситуации в основном это те чувства которые были не прожиты то есть есть такое еще выражение что скрывают предки то проявят детки то есть и мы начинаем притягивать те ситуации которые были максимально вымещены о которых умалчивалась боялись об этом говорить это было запрещено и прочее то есть вот таким образом рождаются именно родовые воронки также хочу сказать что когда ко мне приходит от павла и от его команды именно с уже с четким определением того в какую какая именно родовая воронка существует то есть по идее я могу определить это самостоятельно да то есть но это достаточно такой длительный глубокий процесс мы идем сначала в детство и я ищу именно то чувство которое в человеке застряло то есть человек как проводник не может это чувство внутри провести то есть мы сначала его долго ищем и потом выходим на эту ситуацию и уже дальше разбираемся делаем расстановочный процесс когда ко мне приходит человек именно после астрологического прогноза и звучит это примерно так павел просил передать что у меня прабабушка это папа это и в итоге они вот это я сразу а я это все под карандаш записываю все и мы тут же начинаем делать расстановочный процесс я четко понимаю если чувствую что да вот в этом звено иногда мы можем от этой ситуации уйти еще немного глубже потому что эта ситуация она тоже сформировалась не просто так то есть почему то эти люди вот таким то образом поступили да то есть сформировалась такая событийность и на с помощью родовых расстановок можно отработать совершенно все сферы жизни то есть это могут быть отношения это могут быть это могут может быть самореализация сексуальность то есть абсолютно любые сферы и конечно же сфера финансов в том числе и я хотела бы сказать об основных наверное чувствах которые не позволяют людям иметь то благосостояние которое им хотелось бы максимально проявляться и в основном это чувство вины чувство тоски и чувство стыда то есть вот там на самом деле много всего да но вот три основные чувства из-за которых то есть которые вам передались по роду также это может быть страх денег потому что если там пра 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 дедушку раскулачили и лишили жизни да только и вам передал передался вот этот страх денег то вы будете как только деньги к вам приходят они вот либо как сквозь пальцы утекают либо вы быстрее быстрее стараетесь от них избавиться вот таким образом это работает и соответственно когда мы как работает сам метод расстановочный да то есть важно вернуться в прошлое встать энергетически на место своих предков и по сути перепрожить эти чувства перепрожить эти эмоции которые они не смогли перепрожить то есть вам зачем это чувство передается чтобы вы в реальной жизни в своей смогли сделать то что не смогли сделать ваши предки но часто многие для того чтобы перепрожить эти чувства в реальной жизни они всю жизнь с ними ходят и не знают что с ними сделать если они как бы тем самым повторяют судьбу своих родителей своих предков а задача именно перепрожить выразить эти чувства и идти дальше как представитель лучший лучший представитель своего рода и по сути для нашего подсознания не имеет значения где мы будем эти чувства перепроживать в терапии при родовых расстановках или в реальной жизни и когда мы в терапии в родовых расстановках возвращаемся перепроживаем эти чувства то мы как будто застрявшие чувства внутри мы его отпускаем и у психики пропадает необходимость проживать эти чувства в реальной жизни притягивать эту событийность это вот прям если совсем вкратце ну короче мы сгусток вибрирующих энергополей и если эта энергия где-то как-то что называется в затыке в рассинхроне слово воронка имеет плутоническую природу можете сравнить например с черной дырой в космосе то есть набор некой энергии антиматерии неважно чего или как вакуум такой коллапсирующий и вот эта чернуха под себя подгребает все а чернухать всегда враньё то есть это то что мы светом сознания не понимаем не докапываемся эта энергия все равно будет зудить все равно будет проситься на помощь как и судьба всегда обслуживает этой энергией вам кажется ой кошмар выкидыш от хикарит отлично зашибись все избавилась от этого гаденыша прекрасно гешталь закрыт или вы думаете ой кошмар ареста мужа а пси горит отлично дед как раз в позоре был там как бы и сейчас все воспроизвелось то же самое и вам логически может опционально казаться это ужасно но так происходит так вот закон прям природа гравитация все что случается вы притягиваете себе сами а вы от этого счастливы б просто это счастливы надо перетранслировать с мыслей на более глубокие темы там где гормоны все прочее вот гормоны счастья удовлетворения или хотя бы уменьшение тревоги происходит когда пац взрывается например вы 10 лет подозреваете мужа в измене и когда все-таки обнаруживаете у него там женские духи где-нибудь или какие-нибудь другие женские аксессуары в кармане пиджака вот с одной стороны ужас кошмар катастрофа развод на что вы теперь будете жить но с другой стороны реальная глубинная такая ваша часть она в восторге с вот всю жизнь полила всю жизнь подозревала тут все можно больше не тревожиться и огромное количество этой тучной черной психической энергии расходится и наступает солнышко здесь пара вопросов умных таких логических и адекватных я сейчас со своей стороны отвечу на один который запомнился а потом тебе еще переадресую другой анализ астрологический всегда дает стопроцентную информацию событий может быть путь нет сахара 4 как бы да но астролог перепроверяет сам себя и там же микшуется этот вопрос а чё если вообще про родственников ничего не знаешь у нас действительно атомизированное общество и там дай бог что они про бабушку знают но астролог перепроверяет астролог скажет что допустим эту бабушку изнасиловали на заводе на тип говорит на обладатель карты нет быть такого не может она там то-то то-то мы говорим что вот эта бабушка это ваша дочка она горит на дочку от педофили в спортивной секции схлопывается или эта бабушка ушла от дедушки например на тип говорит не это на учительница такая культурная моралистка не не могла набросить деду чтобы он там спился мы говорим а вы вот сами вот девяносто седьмом году что делали да сама ушла от мужа это можно проверить всегда можно проверить событием можно проверить сопоставлением лояльностью как раз используя ткань лояльность родовой системы что один родственник будет похож на другого всегда причем это не обязательно ваш прямой родственник потому что родовая система большая широкая и прабабушка мужа может влиять на вас больше чем собственная мать и тут мы даем пас на поле аники и спрашивала по моему уля катя уля типа что делать если родственников не знаешь что расстановщик будет сидеть и спрашивать как прабабушка вязала носки какими спицами или как то по-другому это работает да на самом деле я на своих консультациях и если это например расстановки которые я расстановочный процесс который я провожу на своих курсах на самом деле я всегда говорю что важно даже не то что вы знаете а важно то что вы чувствуете хотите вы верите в это хотите не верите но есть энергоструктура рода и мы все особенно женщины как существа чувствительные мы все чувствуем на самом деле что происходило в нашем роду и вот чем иногда знание своей родовой системы иногда не даже мешают потому вот это то о чем сейчас павел сказал да что астролог например говорит что так у тебя же вот это вот это вот это происходило а вам как ребенку рассказывали совершенно другое и вы считывали как ребенок видели совершенно другое то есть вам вот эту сторону которая на самом деле происходила вам ее не показывали еще раз в основном передаются те ситуации и те чувства которые были вымещены и если например прадед повесился от того что он просто не выдержал давление своей жены вашей там прабабушки да а вам сказали что он героически умер на войне то вы будете знать информацию не то что он повесился да а будете знать совершенно другое будете рассказывать что вот мой прадед он воевал он умер защищая там и так далее то есть вы будете транслировать то что вы знаете но на самом деле происходило совершенно другое она вас влияет не то что вы знаете а то что вы чувствуете то есть мы своим рептильным мозгом чувствуем одно а происходит совершенно другое и когда например я тоже на консультации у павла была такая был такой вопрос у меня лично да что в общем павел мне мне говорит что посмотри значит ситуацию где твоя бабушка папина мама она как бы его не принимает то есть она его вот было ощущение что вот она его не любит нет потока любви безусловно и я говорю ваш но это здесь сто процентов ошибка потому что у меня папа всю жизнь свою маму называл на вы и всегда к ней тянулся и всегда была такая любовь ваш будет но это вот конкретно подтверждение того что вот чем больше она его как бы отодвигала тем больше он собственно к ней тянулся у меня как у ребенка было совершенно другое представление совершенно другое видение ситуации но когда я начала здесь действительно делать родовую расстановку и я дошла до этого встав на место своей бабушки я прямо почувствовала физически что да любить надо но чувствую я другое то есть нет вот этой вот безусловной любви к шестому ребенку и когда я начала уже узнавать оправдали а как было на самом деле тогда начали всплывать факты которые действительно подтверждают то что я узнала на на консультации астрологической поэтому для меня например очень важно не то что вы знаете по своей родовой структуре а то что вы будете чувствовать каким образом это происходит ко мне очень часто приходят люди которые женщины и мужчины которые логики они совершенно не верят в работу каких-то аффирмации медитации даже к астрологии относятся как какой-то ну вот что-то такое непонятное ну то есть они верят и поэтому я всегда прошу просто отнестись к этому как игре воображение как фильм который вы как режиссер прокручиваете в своем сознании и у меня есть прямо главное правило называется она бред нас излечит и когда я объявляю это правило что что это значит это значит первый бред который приходит в голову как некое яснознание как некое ясно чувствование да там предощущение вот просто вот какие-то картинки или вот конкретное чувство и самое первое чувство оно действительно важно и дальше мы уже перепроверяем да насколько это чувство корректное то есть встаете на места предков для того чтобы посмотреть как это выглядит все с разных сторон а моя задача как мастера помочь вам пройти через все эти чувства помочь вам ощутить то есть по сути я задаю вопросы помогаю энергетически пройти через все через эти состояния а вы сами рассказываете что там было в вашей родовой системе не то что вы знаете а то что вы чувствуете и дальше я видела тоже вопрос а как проверить что это не игры разума что это не бред а как правее по событийности проверить у меня сразу после родовой расстановки сразу после консультации но первых там может и тело сразу же реагировать на что это очень глубинные процессы во вторых сразу после консультации есть четкое ощущение что это действительно было а дальше уже по событий насти то есть когда начинает это работать когда начинают закрываться те моменты которые вас волновали то по сути я тоже вот тем людям которые такие максимальные контролеры я всегда говорю так какая разница да то есть вы просто доверьтесь какая разница было это или не было главное что это работает и это всегда снимает степень важности люди доверяют и потом уже видят результаты по своей жизни вот как то так ну да к слову о доверии любопытно сан 143 35 сама является психологом метод расстановок по хеллингеру считает профанацией наверно прочитали что берд хеллингер священник а чё священник еще может придумать это очень структивный взгляд который невозможно не проверить не подтвердить а вот напредить людям с устойчивой психикой можно и мира бенгалия подтверждает слышал что после расстановок становится плохо после посещают люди не суицидальные мысли но здесь мы по технике безопасности скажем первое если вы реально грызли все ногти бьетесь головой об гвоздь у вас депрессия 15 лет не проходящее то это все-таки немножко не по нашей части когда у вас физиологические нарушения в мозгу когда у вас нарушен обмен нейромедиаторов вам нужны ну какие-то более серьезные дела может быть пнд может быть галлоперидол может быть еще какие-то внешние вмешательства ваше здоровье но все-таки что астрологии то расстановки что любые тренинги и практики работают с позиции ну вот условные нормы отклонения плюс минус когда говоря о обратной связи у нас же тоже этот процесс происходит причем даже сам собой наладился специально никто его так не придумал приходит натив с чем-то денег нет депрессии или детей нет проблемы или аутоиммунный тироидит или что-то еще мы все раскапываем раскладываем и гуляй вася натив пошел что-то делать неким образом снимает изначальное сопротивление потому что же расстановки не панацея сейчас про это скажем вот убирая изначальное сопротивление чуть-чуть оживляясь чуть-чуть становясь собой чуть-чуть вот уходя вот из этого бреда поточных мыслей деструктивно вытаскивая себя деструктивные личины выходя там из позиции жертвы в работе где угодно натив приводит свою жизнь в порядок астрологическими рамками инструментами но они вот не являются глубинными это просто вот здравый смысл пойди туда сделать то почувствуй ярость день ее туда почувствуй стыд день ее туда почувствует этот блок и тебе вот та подруга которая у тебя была в школе тебе надо ее вернуть или вот этот начальник с которым ты разругался наоборот иди попроси прощения вернулись не выработать то есть все что в рамках здравого смысла на рациональном поле мы закрываем и затем появляется ресурс психологический чтобы копнуть глубже чтобы копнуть как раз вот помощи в том числе расстановок и так далее и вот человек который уже мало-мально подготовлен его нет вот этих вот искрящих яс в психике он сам же себе с помощью своего понимания сознание закрыл вообще никаких проблем ни разу не слышал ни одного суицеда в аркануме именно по поводу остановок поэтому точно нет говоря о самой методике ее применения скажем так есть люди прям мега рационалисты у них все по полкам такие технари математики ну да мы юрист такие некоторые бывают сидят ручка творствует и так далее им это будет сложнее даваться то есть там должна какая-то идти подготовка может они медитации научиться так будет легче работать своим подсознанием может астрологически это свой влог уберут ну короче нужна какая-то подготовка если вам реально там например 45 вы за всю жизнь никого не любили вам не снятся сны вы едите одну и ту же гречку с газеты вам там не знаю коллега флиртует вы просто специально себе колготки рвете чтобы он отстал быстрее по всей вероятности вам будет туго то есть надо свою чувствительность подраскачать по-другому любыми доступными путями как считаете нужно а вот что касается людей с так называемым водным ядром сильная луна сильный плутон говорим для астрологов там прямо вот так щелчком пальце они даже сразу заходят может и от астролога не понадобится ничего кроме разве что диагностики и говоря об эффективности приходит простановок натив а вот иммунного тироидита нет таких-то таких-то проблем первоначальных нет появляется следующий уровень развития ему хочет в америку а визу не мы скрываем следующий уже пласт но это через годок и раз 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 уже идем на следующий уровень и вот так устроена вся жизнь как матрешка зависимости от ваших потребностей и мечтаний и желаний и намерений можно эту матрешку вскрывать если у вас пик ваших интересов это квартира в каком-нибудь городе машина в гараже в принципе это за астрологический час и за одну-две остановки можно этот вопрос решить в общем если вы не клинический психопат то суицидальные мысли все остальное никогда в жизни слышно это же не айвазка это не какие-то такие гипнотические методы где специально вас вгоняют в индуцированные трансы то экологичный гипноз тоже очень тяжело вывести вот там где вас вмешиваются либо химии либо какими-то внешними стрессом бывают тренинги агрессивные где вас заставляют играть там попрошаек или проституток тоже у людей бывают очень серьезные травмы она ходила всю жизнь с отцом за ручку и тут пойдет проститутку играть но это сложно реально а тут же это все нормально экологично по простому и никаких никаких вот таких экстраординарных манипуляций с вами не выделывают еще мне очень понравилась фраза кстати вот как раз сергей артемьев его сказал на одном из своих прямых эфиров разборах он сказал я просто с этим очень согласна что вот есть инструмент да и испортить инструменты и работать этим инструментом может как можно как коряво так и по назначению и конечно же критически важно кто делает расстановку точно так же как и в астрологии вот есть потрясающий инструмент астрологии да и но важно кто кто астролог от этого у вас будет сформированные ваши впечатления и будут результаты а иначе это как в том анекдоте да фигня ваша опера ты что слышал да мне рыбинович из соседнего подъезда напел ну вот то есть иначе будет вот таким образом вы будете делать вывод по какому-то своему либо неудачному опыту или по опыту ваших знакомых поэтому здесь только здесь только пробовать естественно идти на доверие потому что если бывали у меня такие моменты такие консультации когда приходит человек и он в максимальном таком сопротивлении в закрытости да ну давай давай толкни меня толкни меня проработай меня а сам категорически в это не верит но ничего даже с такими ситуациями справлялась потому что просто гораздо больше времени на это уходит ну вот поэтому если человек профессионал своем деле если то есть тогда можно ему доверить его инструмент да которым он расстановочный гипноз астрология или еще что то и тогда можно то есть этот человек сможет экологично вас провести через все ваши боли страхи сопротивления непонимание недоверия вот а если этот крутейший инструмент как расстановки доверить тому кто не знает не умеет и делать некорректно то ну соответственно результаты тоже будут определенными вот вот значит наша подруга san 14335 продолжает топить и сообщает но это не значит что другие люди могут также эффективно работать инструментами хеллингера это был его личный способ и талант его интуиция распространять работу как метод остановок нельзя ну окей вот мы скажем что допустим выйдите в любой двор обычного дома многоквартирного посмотреть что делают собачки они все стараются скажем так пометить свою территорию если собачка из первого подъезда она обдует там свой квадрант собачка из пятого подъезда она наделает другом месте они все конкурируют некоторые собачки вообще заходят на другую территорию и наделают там где нибудь в соседнем дворе самые агрессивные самые наглые кто кого хозяева даже ведут в соседний двор психологов примерно такая же история к сожалению и любимая тема там учиться психоанализу потом отвергать фрейда учиться когнитивки потом отвергать бека учиться дештальт потом отвергать перзать нормально абсолютно поэтому почему-то я вот даже не знаю в чем здесь водика даже мне кажется астрологи меньше ругаются друг другом чем психологи ну ладно теперь говорим что действительно психология это не наука искусство что это достаточно субъективная штука и помимо бата теоретически должен быть божий дар астролог может прикинуть и сказать что так как у вас луна в восьмом доме в близнецах квадрат с нептуном то вы можете как фрейд заниматься методом свободных ассоциаций психоанализ или астролог увидит вы солнечный рак у вас кельцово луна с ураном и вы можете как перл заниматься дештальтом или что вы социопат который не проживает чувств и их души с козерожьим стельмом пораженной луной как мильтон эриксон и поэтому вас хорошо зайдет там эриксонский транспорт в принципе мы можем даже выискивать подобие и что касается расстановки я согласен что это божий дар гораздо больше чем какая-то методология это надо чувствовать и надо обладать этим даром то есть если у вас не рабочий плутон забудьте вы никак в жизни это не сделаете даже если вы перечитаете всего хеллингера той че еще кого-нибудь кто связан с родовой темой и я знаю вот так как много откуда приходит я все это фиксирую и взаимодействие с огромным количеством специалистов и экспертов я знаю трех расстановщиков которые действительно делаю дают результат одна из них училась у нас на разных курсах я ее знаю вторая сидит рядом сейчас в эфире и третья тоже не публичный человек даже сейчас не проводит никакие мероприятия то есть вот из сотен расстановщиков от которых я получаю обратную связь я знаю трех которые дают результат вот поэтому да я согласен что есть элемент недоверия потому что вбейте курсы научиться расстановкам с помощью гугла вы обнаружите вас под каждым кустом там за 20 тысяч рублей научит но если ваша карта условно там зеркалит и похоже и ваши психотипы похожи с изобретателем этого метода вы будете то же самое делать как будто заново вы рингер реинкарнировались поэтому да но такое случается бываешь еще хотела знаешь что спросить у тебя у меня был здесь бесплатный вебинар как раз курсу который меня в среду стартует про нескромные деньги будем прокачивать финансовый поток и вот на бесплатном вебинаре меня очень часто бомбили вопросами а сколько же я зарабатываю я помню что на одной из консультаций ты мне сказал что это не моя история то есть вот есть люди которым важно как бы показывать даст свое заработанное показывать чеки и так далее а в моем случае я собственно так и ответила что ваша запретил сказал что мне нельзя этого делать как можно по каким признакам можно человеку определить и понять вот демонстрация своего финансового успеха это для него ок или наоборот ему нужно молчать о своих достижениях как можно понять значит но только профессионалы можно понять существует такое понятие как финансовая емкость это некая опять же абстракция как сектор энергетического поля вашей жизни у каждого он устроен по своим каким-то канонам по каким-то особенностям если вы своим поведением подаете как синхрон чистоту резонанс с своей финансовой емкостью то мир дарует вам финансовую дачу снимает блоки и случаются всякие ништяки окей бывают разные типы этой финансовой емкости их можно там стихиями формулами по всякому обозначать ну и в частности бывает водная финансовая емкость по своей природе вода это низкая стихия она занимается тихушничеством собирательством если и финансовой емкости водный то мы говорим по роду так сказать деятельности или по финансовому поведению надо тихушничать надо секретничать надо там скрывать откуда деньги приходят в каком случае можно даже прибедняться в каком случае в принципе можно ездить на хамазерате просто помалкивать откуда они берутся сколько стоит детали нюансы особенности бывает формула 2.12 которая у тебя тоже есть она предполагает тот факт что деньги 2 связаны 12 тайной психологии с энергополями с женскими энергиями и так далее по всем этим этажам и если с такой формулой под каждым кустом нахваливаться вот я изучила вот я наварила мешок денег соответственно мир поймет все это не то энергетический резонанс нарушен вот ну астрологи водную финансовую емкость вычислить не астрологи просто значит на слово поверят а путливые люди которые ну вот как разводят наверное разводят чтобы пришел и человек на консультацию говорю ну попробуйте так и так вот полгода поживите потихушничайте полгода поживите в режиме гусара и поручика ржевского и по результатам поймете плюс-минус если конечно прогностика там совсем вам не извратить попробуйте поэкспериментить да да круто ну что я хочу со своей стороны тоже пригласить в среду уже стартует у меня трансформационный курс называется он не скромные деньги где мы как раз будем через метод расстановочный в том числе прорабатывать этот аспект финансовый аспект и я хочу сказать что после тех курсов которые у меня проходили по отношениям по раскачке сексуальности по любви к себе и в каждом из этих курсов я включала родовые расстановки результаты феноменальные поэтому хочу вот просто пригласить всех сегодня присутствующих зайти в мой профиль а не косноговская почитать о чем подробно будет курс потому что уверена что вам вам это нужно что вам это подойдет и просто почитайте посмотрите и буду рада если вы присоединились гляньте непременно а тут еще всплыл интересный вопрос который ну для скептиков особенно будет информативен винт каут если правильно прочитал ник интересуется что все женщины в роду подвергались насилию им изменяли можно ли это излечить за счет вот одного человека как бы себя с одной расстановкой как так вот если пять колен подвергались насилию и изменяли вот а как вот один человек может исправить вообще возможно под силу такое или надо всех бабушек притащить на тренинг но я здесь могу так сказать что если есть в роду вот эта связка тиран жертва она одна из самых мощных воронок которые повторяются и повторяются из поколения в поколение то вероятнее всего внутри себя вы будете носить чувства и жертвы и тирана и вас будет кидать то в одну сторону то в другую сторону вам вас будет внутри необходимость проявляться и с этой стороны и с этой стороны поэтому возможно ли за одну родовую расстановку проработать всю жизнь все насилия своего рода конечно же нужно работать то есть вот брать одну ситуацию на дне работать вообще считает что от одной до пяти индивидуальных расстановок в своих курсах я использую расстановочный метод и в этих практиках я беру самые частые распространенные боли страхи чувства поэтому такой эффект помогает многим да когда индивидуально работаем конечно тут уже более точечное попадание над конкретной ситуации вот но нужно понимать что расстановки это тоже не волшебная таблетка да то есть здесь важно не впасть в как раз перекладывание ответственности на своих предков да что я такая потому что у меня вот там да и все и можно ничего не делать или наоборот уйти в самокопание в самообвинение своей родовой системы себя здесь важно немного побыть исследователем да то есть узнав вот эту ситуацию постараться со стороны как бы разобраться в этом понять откуда ноги растут какие чувства во мне живут и начать с этим работать эффект и результат будет уже после первой расстановки а дальше вы уже сами принимаете решение то есть вот основной корень у вас вздернули да убрали и дальше достаточно вам ресурса чтобы проработать эту ситуацию в своей жизни и выбрать другой сценарий да или недостаточно кому-то недостаточно но у меня честно могу сказать на индивидуальной консультации больше трех раз не было человека по одному вопросу ну просто не было необходимости то есть вопрос решался а вот светлана интересуется как узнать если право на лечение рода или это право только вот должно передаваться по наследству надо как-то его взять а если нет права тогда расстановка не получится расстановка получится в любом случае единственное что вот паша сказал да что а если у вас совсем нет никакой чувствительности то мне просто как проводнику будет ну очень гораздо сложнее нежели с человеком который занимается практиками медитациями визуализациями быстро включается в процесс тогда у меня очень быстро все проходит когда у человека не развита чувствительность мне приходится его как локомотив толкать энергетически и сложнее проходит то есть так с тем кто быстро включается можно за час разобраться в среднем полтора часа мы берем тех кто гораздо сложнее или там в роду такое количество этих воронок по конкретному запросу что приходится там два два с половиной три часа иногда работать но это прям совсем совсем редкость вот вопрос вопрос потеряла нить ну тогда найдем следующую нить добавим что не все в роду одинаковые то есть у людей в роду разный вес бывает есть понятие родового эгрего как некая такая энерго информационная матрица очень высокого порядка который существует независимо от вас на тонком плане как раз вот эта почва в которой находятся все участники рода на еще разного качества бывает у кого-то род цветущий туда приходят здоровые младенчики у них сразу там машина квартира мешок денег за плечами и так далее но опять же если у них нет очень сложных задач в этом роду бывает в целом рода рода цветущие бывают рода загибающиеся я там вот они на последнем издыхании с помощью карты даже можно увидеть что все у вас нет детей потому что на вас род останавливается и все если ничего делать не будете детей дальше не будет можете хоть а все обойти и ко лечебнице все равно будет какая-то шляп с этим и еще бывает не только как бы прода разные но бывает еще разный вес человека внутри рода а может каждый раз когда приходит новое тело и душа синхронизм с ним то программа рода синхронизм программе духа но и бывают вот условные были самые самые такие прожженные запойцы пропойцы алкаши которых хулиган или орали и так далее вас пришел например первый ребенок дочка и вот она унаследовала всю эту чернуху все 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 вот эти хвосты алкашей хулиганов и так далее казались в ней она орет круглые сутки молоко не пьет и так далее что она из этих запчастей состоит и можем в карте увидеть вот он гонял бабку топором а вот 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 поэтому она и молоко не принимает у нее прям раздражение на это женское есть надо топором же замочить эту бабку до конца если ее не замочить она и молоко не будет пить и видим вот такая история или видим наоборот другая история что самые-самые светляки самые-самые адекватные люди в роду которые отдали гораздо больше чем взяли которые действительно реализовали реализовали свой потенциал на высоком уровне и грегор как бы собирает их вот тут возьмем бабушку позитивную которая котиков кормила крючком вязала тут возьмем деда академика тут возьмем прадеда герой войны все это хлоп 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 свяжем и бам запихаем в это новое тело новую программу поэтому вас первый ребенок например допустим катастрофа такой кавычках а второй вообще без проблем ну вот как родился и пошел как будто в нем эта программа есть получается есть логику этой системы и особенность такая что чем больше у вас задач чем больше у вас ответственность тем больше вам дается ресурс то есть если вам хочется в этой жизни кайфовать ничего не делать чтобы вот загадали желание и новый мерседес приехал к вам гараж скорее всего там под поддержки от роду вас вот так вот тютелька потому что ресурс дается только под задачи ну и наоборот если у вас задачи вообще-то ваш я очень извиняюсь я смотрю у нас 59 минут главное успеть сохранить а я вот так а он само сохранится ну тогда давай зафиналим эзотерик и про эгрегор там был вопрос про хранителей рода вот есть значит некие сущности которые стоят над этим с ними можно связаться или нельзя связаться было это такое твоей практике или можно и без тумбы юмбы работать с чувствами можно без тумбы юмбы работать с чувствами но я например очень большое внимание уделяю нерожденным деткам потому что чувство тоски и чувство вины которое проживает женщина после аборта или после замерзшей беременности и так далее да оно очень сильное но очень мощное и как раз из-за него часто если вы внутри себя носите вот это чувство своих пра-пра-пра бабушек часто бывает что вы отказываетесь от денег поэтому важно с этим поработать и когда мы работаем с вот такими нерожденными детками мы их выводим как раз в ангелов хранителей да то есть ощущаем их вместо того чтобы ощущать тоску по ним и чувствуем как раз поддержку вот этих ангелов то есть если только вот в этом плане какие не знаю прерывает не прерывает все равно мне сейчас созвон по кронусу мы вполне себе посвятили то что хотели осветить мне кажется да кому благодарю паспиусе будет три да вылком по многочисленным запросам родовой спецкурс возрождение будет зарожден перелопачен переделан запущен там не через пару лет как предлагал я изначально чуть пораньше и думаю аняка тоже там проучаствовать с удовольствием вот вот хорошо тогда не забывайте прород следуйте интересуетесь и банально вот когда же вы поспрашивали родителей бабушки дедушки прабабушки прадедушки развесили на стену кто когда родился кем работал как женился почему вас уже в голове могут пазлы посхлопываться даже без расстановок без всего то есть вы понимаете а это не вот не я хочу изменить мужа и там меня это вот там дед какой-то чё-то делал вы можете себя расслабить с этой программой просто по банальному осознанию развесив на стенке биографии своих родственников она достаточно прозрачно все бывает именно вот хорошо хорошо обнимаю благодарю до новых встреч